Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 26 декабря, Православная Церковь совершает память преподобного Аркадия Новоторжского. Преподобный Аркадий Новоторжский происходил из города Вязьмы от простых благочестивых родителей, с детства научивших его молитве и послушанию. Круткий и проницательный, добрый и целомудренный юноша избрал своим подвигом юродство Христа ради. Он питался подаянием, спал, где придется, в лесу, на церковной паперте. Блаженная беззаботность и близость к природе придавали облику юного Аркадия особую одухотворенность и отрешенность от житейской суеты. В церкви, углубившись в молитву, святой Аркадий часто плакал слезами умиления и духовной радости. Его советы были точны, предсказания сбывались, обличения вразумляли. Опытный наставник, преподобный Ефрем Новоторжский, чудотворец, помогал юному подвижнику избегать духовных опасностей в прохождении трудного и редкого в то время подвига юродства. После того, как вязьмичи стали свидетелями нескольких чудес, совершенных по молитвам блаженного Аркадия, он, избегая человеческой славы, удалился в верховье реки Тверцы. Здесь преподобный Аркадий разделил труды своего духовного наставника, преподобного Ефрема Новоторжского, участвуя вместе с ним в основании храма и обители в честь святых благоверных князей, страстотерпцев Бориса и Глеба. Поступив в новоустроенный монастырь, преподобный Аркадий принял монашество и взял на себя подвиг полного послушания духовному отцу, преподобному Ефрему. Преподобный Аркадий никогда не пропускал литургии и являлся к заутрине первым вместе со своим наставником. После представления преподобного Ефрема в 1053 году преподобный Аркадий продолжал подвизаться по заветам своего старца, пребывая в молитве, посте и молчании. По прошествии нескольких лет, 13 декабря 1077 года, по старому стилю, он также мирно отошел ко Господу. В 1594 году в одной из церквей города Вязьмы был устроен предел во имя преподобного Аркадия. Совместное празднование преподобным Аркадию и Ефрему Новоторжским, было установлено при митрополите Дионисии в 1584-1587 годах. Мощи преподобного Аркадия, прославленные чудесными исцелениями, были обретены 11 июля 1677 года в каменном склепе Борисоглебского собора города Торжка. 14 августа 1798 года их положили под спудом в каменном гробу, служившем ранее местом упокоения преподобному Ефрему. В 1841 году на левой стороне Борисоглебского соборного храма был устроен предел в честь преподобного Аркадия. Торжественное празднование трехсотлетия со времени обретения святых мощей преподобного Аркадия состоялось в городе Торжке в 1977 году. Преподобный Аркадий Новоторжский изображается с непокрытой головой, глинными волосами и с руками, сложенными на груди, в короткой немонашеской одежде. Святой Аркадий Вяземский изображается молодым и в мирской одежде, но с зеленеющей веткою. Поводом к такому изображению святого Аркадия Вяземского было то, что в 1525 году сей святый явился с зеленеющим древом в руке повару Вяземского воеводы Григория Бобрищева Авдию и на его вопрос объяснил, что зеленое деревце в его руке означает данную ему от Бога власть отгонять от города Вязьмы всякий гад и сопостаты. Потом строго заповедовал Авдию объявить жителям Вязьмы, чтобы они, любимое им место Вязьме, оградили и предохранили от всего скверного и нечистого, и чтобы тот камень, на коем он при жизни молился, охраняли. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мордария и Ареста, мученицы Лукии, преподобного Мордария-Затворника Печерского в Дальних Пещерах, преподобного Арсения, святителя Досифея, митрополита Молдавского, священномученика Александра Юзефовича-пресвитера и мученика Иоанна Менькова, священномучеников Владимира Лазины-Лазинского, Александра Поспелого, Иакова Гусева, Алексея Рождественского, Григория Фадеева-пресвитеров, священномученика Николая Амасийского-пресвитера, священномучеников Емеляна Киреева, Василия Покровского-пресвитеров. Всех, кто носит имена святых, прославляемых Церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тиза именинства. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и всесильной помощи во всех добрых делах и благих начинаниях по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Субтитры создавал DimaTorzok